Кувшин на средина Я работал в свое время в Росвельканском хозорасчетном поликлинике при Минздраве. К нашему поликлинику бывшие работники ЦК, министерства были прикреплены. И они все время требовали. Ты врач, ты должен вылечить меня. Ну, среди них тоже бывают исключения. Было несколько таких неизлечимых заболеваний. Каждые полгода, год мы проводили диспансеризацию, извините, пожалуйста. Смотрю, что у него состояние очень хорошее, потому что один из моих помощников сказал, он говорит, здоров. Я говорю, слушай, ты о том говоришь? Не может быть, потому что его диагноз поставлен не только нами и подтвержден и Москве, и за рубежом. Я пошел в его кабинет, посмотрели, поговорили. Он здоров. Так не бывает. Так не бывает. Ради любопытства спросил один-два раза, что с вами? Да был там, 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 там. Мимо пропустил ушей. Ну, мало что ли бывает. Исключение. Может быть, диагноз неправильный. И ушел. В следующем диспансеризации еще двое добавились, потому что он уговорил еще двоих своих собутыльников, бывших работников министерства, отправить туда. Когда это двое тоже, уже у меня руки почесались. А-а-а! Я должен поехать туда. Я научусь, чем они лечат, как они лечат, приеду, буду самым таким престижным врачом и тогда прочее. Ну, тщеславие. Договорились. Я с собой прихватил одного своего друга, который вел программу «Мир вокруг нас». И он взял своего оператора. Когда ему сказали, шашлычки, там будет горы, свежий воздух, шашлычки, водочки. Сразу приперся с нами этот главный оператор телевидения. Весом почти 140 килограмм. Поехали. Когда мы туда приехали, назначенный день, утром мы узнаем, что, оказывается, туда надо пешком идти. 16 км по горам, пешком. А нам еще достался транспорт и шаг на трех один. А там камеры, треножки, свет, аккумуляторы, еще плюс барахло и ящик с водками. Пошли. Через пару километров оператор сказал, что, ребята, я пойду назад. Мы начали уговаривать, полдороги прошли почти. На самом деле, два-три километра. Назад пойдешь, как-то уедешь, напугали. И пошли, дошли. Вся ноги уже мозолях. Ночью мы поднимались по серпантину. Мы поняли, почему ночью нас поднимали. Днем я никогда не пошел бы. При одном взгляде вниз, это сразу начинается схватка даже у мужчин. Согласитесь, для того, чтобы проделать такой путь, нужно очень большое желание. Но настойчивость Норбекова была мотором этой необычной экспедиции. И несмотря на неимоверно тяжелый, как потом выяснилось, опасный путь, эта необычная компания к полуночи добралась до цели. И вот тут началось самое интересное и самое неожиданное. Приехали, свалились и уснули. Утром встали. Я уже начинаю записывать, как они будут лечить. Жду, когда это пациент, человек у нас был 30 или 40, начнет лечить. Обед наступает, никого нет. А потом где-то во время обеда наставят для этого храма, выходят. И с нами общаются, начинают говорить. Я раз задал вопрос, а когда вы диагностику начнете? Говорят, какую диагностику? Лечение. Говорят, у нас не лечат. Диагностику вы не делали? Нет. Или никакое лекарство не назначать? Нет. Травки тоже нет. Ничего. Мы попались туда, где оказывается вообще ничем не лечат. А ночью ослы все ушли, наше транспортное средство. Мы там застряли на 40 дней. На 40 дней. Оператор на меня смотрит, режиссер на меня смотрит. Оба хотят меня задушить. Потому что уйти обратно не можем. Казенные оборудования. Вещей это собой не можем таскать. А водочки, между прочим, в дороге так и оставил. Самый большой идиотизм заключается именно в том, там мы должны были ходить, как петух, объявшись горохом, поднятый головой, и на лице улыбка. В каком я состоянии планы в Тартараре пошли? Загорать Богом в забытом месте? Еще улыбаться. Наставитель храма нам сказал. Мы поклоняемся солнцу. Мы поклоняемся огню. Солнце это есть радость. Солнце это есть улыбка. Где бы ни находились, на нашем лице должна быть Бог. Не только не говоря в сердце. Если в вашем лице будет написан грех, будет ходить сутулом, злым, московским лицом, метрополитенским, вы будете ходить за водой вниз. Представьте себе. По серпентину это в районе 4 км туда, 4 км обратно. Я послушал, мимо уши пропустил и попался. Я тоже пошел. Кувшин в руках, медный, был такой легкий. С каждым километром он становится тяжелее, тяжелее, тяжелее. До воды добрался, там я заполнил кувшин. Держу на левой руке. Тянет в сторону от пропасти. На правой руке головой об стенку ударяешься. Я начал выливать немножко, добрался, подхожу. Довольный, гады. Вот принес, подавите своей водой. Ко мне подходит такой, с улыбочкой. Сходите, пожалуйста, еще раз. Куда? За водой. Я же только вот, вот, вот вода. Да нет, вы, говорит, когда сюда поднимались, вы были очень злые, вы из ущелья несли к нам зло. Можно себе представить, что почувствовал Норбяков в эту минуту. Думаю, у каждого возникла бы мысль, похоже, над нами издеваются. Реакция Мирзакарим Санакулыча была такой же. У меня истерика начался. При одном мысли сходить еще раз туда, вниз. Лучше сейчас я выброшусь с этого пропасти в обнимке с этим монахом. Во-первых, и так без него уже гадко, и впереди 40 дней терпеть этой рожи, пошел обратно. И смотрю, навстречу идут другие. Глаза выпученные, злые. Я им говорю, ребята, хотите, сделаем бартер? Вы хотите сейчас обратно и пойти? Не хотите, не хотите, тогда немножко воды плесли? Брат, улыбайся. Потому что там эти гады сидят со своим телескопом, бинокулем, смотрят в рожи каждого из нас. Улыбайся, сейчас обратно пойдешь. Я говорю, попался. И вот так уже до полдороги что-то начало пулькать в кувшин, и я пошел обратно. Пришел уже один из самых последних. В темноте, злой, вставший, голодный, захожу в свою келью. Фух, пронесло. И вдруг чувствую, кто-то сбоку на меня смотрит. Рязко возникает выражение, улыбки. Поворачиваю направо. И там кусок зеркала. И зеркало на меня смотрит, мое отражение. За один день они вышибли дуру из моей головы. И вот так каждый день. Примерно через неделю никто за водой уже не уходили. И мы начали экономить воды. Но через неделю настоятель опять выходит. Говорит, огромное спасибо, что вы перестали грешить в нашем храме. Если вам вода нужна, открывает калитку. И показывает, в том домике есть ротник, вы можете оттуда брать воду. Мы схватили за голову. И они, оказывается, нас воспитывали. Через ноги, через руки. Они могли бы нам читать мораль. Нет, они просто сделали. Грешишь, сходи за водой. Грешишь, трудись. Удивительные и действенные лекарства от греха придумали монахи. На первый взгляд, метод помогает только от неумения себя вести, от некоммуникабельности. Но это совсем не так. Оказывается, тут скрыт еще один секрет. Но самое главное началось потом. Где-то через неделю уже ходить хмурым было как-то непривычно. Ко всему, оказывается, человек привыкает. Что интересно, через дней двадцать я начал вспоминать этот город со всеми беготнями, со всеми этими радостями и со всеми этими ценностями, как капошание навозных жуков, коровы и лепешки. Оказывается, есть звезды в небе. Оказывается, заря, как в детстве, когда ты утром проснулся, окно весеннее, небо открыт, соловьи поет, а ты лежишь в белом-белом чистом постели, закрытыми глазами, солнечный свет бьет в лицо, согревает. Хочется открыть глаза, но хочется еще нежиться. Я встретился там с твоим детством. Именно вот этой чистотой, когда ты не должен притворяться, когда тебе не надо ничего скрывать, ты есть. И все. Я начал тогда думать, да зачем мне все это нужны? И город, со всеми этими телефонными книжками, со всеми этими знакомыми министрами. Да Бог с ним. Я вернулся. Я нашел еще одну родину, кроме своих наставников. Лучше я здесь буду находиться, а потом наставникам буду ходить, заниматься. День отъезда я подошел к настоятелю храма и сказал, могу ли я его здесь остаться? Он сказал, нет, сынок. И это место слабых людей. Мы сюда убежали от того, что мы не приспособлены. Этот монастырь – место дезертиров от поля брани, добра и зла. Это не богоугодное место, сынок. Я не имею детей. А ты, говорит, более сильнее. Попробуй быть на поле брани, находиться среди людей. В душе это сохрани чистоту и попытайся другими поделиться. Я не понял тогда, что он сказал. Но я сказал, я, может, единственный, который пришел. Он сказал, ты последним пришел. Все, как схотели. Вот такое необычное воздействие на всех произвела эта сорокадневная жизнь в монастыре высоко в горах. Между тем, многое после этого путешествия стало восприниматься в жизни совершенно иначе. А главные изменения были впереди. Ну, самый ужасный, первый мой шок, когда я встретился в своем пути, поднимающийся навстречу следующую группу. Это была толпа людоедов. На нас накинулись. Помогло? Что помогло? Вылечился. Потом я вспомнил. Мы тоже же на своем пути. На них набросился. Какие болезни, чем лечили. Они над меня как-то шандарахли, не хотели со мной разговаривать. И говорят, помогло. Но не говорили, с чем помогло. Когда они на нас набросились, эта толпа от людоедов, каннибалов, изначально сомневающихся, их помогло. Я начал говорить, помогло. Еще как помогло. И тебе поможет. И второй шок у меня в автостанции случился. От нервного напряжения, что я должен опять, как все, ходить на работу, слушать бред. В прямом смысле. Начал меня тошнить и меня вырвал. Вернулся. Когда режиссер начал говорить, что у него болезнь хранистка исчезла, я заметил, что у меня тоже кое-какие изменения в лучшую сторону. Начал анализировать. Сделал такой спортзальчик. Мы начали там экспериментировать. Принимать осанку. Жизнерадостного, счастливого, здорового человека. И особенно внутреннее состояние. Уже осознанно. И заметил, что многие заболевания начинают уходить. Потому что счастье разъедает, уничтожает, растворяет несчастье. Жизнерадостность это есть тот ладан, от которого убегают многие-многие-многие нервные болезни. Вот так и закончилось это посещение горного монастыря Мирзокаримом Нарбековым. Кстати, замечу, что оператор, вес которого до путешествия был чуть меньше 140 килограммов, сегодня весит всего 85, и этот вес сохраняется у него довольно давно. Он, кстати, исцелился от многих болячек. Но самый большой успех был у режиссера, сопровождавшего Мирзокарим Сынокулчи. За несколько лет до этого путешествия он развелся с женой, поскольку каждый день закладывал заворотник. После путешествия он бросил пить и опять женился на своей жене. На этом все на сегодня, а в следующий раз мы снова вернемся к теме наставников. В студии был Константин Горольков. До встречи. Кувшин на Средина. Кувшин на Средина. Кувшин Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...